Сообщение о возгорании на пульт МЧС поступило в 0.55. Первый пожарный расчет прибыл на место уже через 5 минут. На этих кадрах отчетливо виден масштаб. Огнем охвачена вся кровля четырехэтажки. По внешним признакам, в загорании кровли по всей площади был объявлен повышенный ранг пожара номер 2. В 2.01 была локализация пожара на площади 720 метров в 2 часа 28 минут. Ликвидация открытого горения в 3 часа 13 минут полная ликвидация. Крушение пожара привлекалось 8 единиц пожарной техники, 2 автолестницы, 40 человек лично состава. Страдавших нет, эвакуировано 81 человек. Понятно, что версии пока не выдвигаются, экспертное заключение должны сделать специалисты. Но не кажется ли вам, что огненный след слишком уж ровный? Создается впечатление, будто бы горючая жидкость разлилась по периметру здания. Крышу дома можно разделить на две части. Менее пострадавшие от пожара и более. Вот так она выглядит сейчас. В этой части, которую не пощадил пожар, остались только обгорелые деревяшки и изогнутый металл. В час ночи у нас загорелась крыша, нас эвакуировали. И, в общем-то, до 4 часов утра происходило тушение пожара. А вот на ваш взгляд, из-за чего могла загореться эта крыша? У меня нет версии, я даже не буду ничего предполагать. Какие-нибудь ремонтные работы были? Ремонтные работы были два года назад, то есть вариантов у меня нет. Так, но вы в своей квартире на каком этаже живете? Мы живем на 4 этаже. Вы остаетесь, да, в квартире или будете уезжать? Ну, там есть возможность, есть уже вода, если там будет газ, например, и свет, то, в принципе, конечно, мы будем оставаться, да. Сегодня весь день люди решали, где жить дальше. Кто-то уехал к родственникам или друзьям, кто-то остался в доме и продолжает разбирать последствия пожара, а кто-то воспользовался пунктом временного размещения, расположенный во дворце молодежи. Страшно было? Ну, страшно, да как-то не страшно, потому что народу много. А вы на каком этаже живете? Я на первом. А, ну, до вас это последствия пожара? Да, последствия дошел пожар, но залило, квартира, конечно, много, все залило, у кого потолок, отлетит, у кого чего не знаю. А дальнейшие теперь какие у вас действия, что будет? Ну, какие будут, будут ремонт делать. Обращаться куда-нибудь? Нет, комиссия приходила вчера, проверили все, у кого, насколько, в общем, испорчено, так что будут делать. Несколько лет назад провели капитальный ремонт дома. Отремонтировали и крышу, от которой сейчас не осталось фактически ничего. Возможно, в планах на капремонт городских зданий в этом году придется вносить коррективы. Герман Гущин, Игорь Глотов, телекомпания «Город».